Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это обзор сравнения двух телефонов, они совершенно разные, хоть и от одного производителя. Это Xiaomi Mi Note 10 Lite в левой руке. Mi Note 10 Lite. Им я пользуюсь сам уже достаточно долгое время, и мне очень нравится экран водопадом, 3D-экран. Действительно, фишка прикольная, и в чем-то она даже реализована лучше, чем в компании Samsung, в которых впервые это появилось много лет назад. А в правой руке это с приставкой Lite, также телефон, это Xiaomi Mi 10T Lite. Чтобы вас не путать, смотрите, в правой руке Mi 10T, на IPS-экране 120 Гц и 5G. В левой руке Mi Note 10 Lite. Он без 5G, у него нет частоты обновления высокой, потому что вышел он год назад. Что удивительно, ценники на них приблизительно одинаково, около 30 тысяч рублей. Цены я оставлю, ссылка будет под видео. Смотрите, сколько стоит в вашем регионе на Яндекс.Маркет. Единственное, цены я называю в версии 6 ГБ оперативной, и 128 ГБ встроенной. Есть еще в версии 4.64. И на руках, к сожалению, у меня нет. Это Poco X3 с модулем NFC, но на мой взгляд, честно говоря, можно купить Poco X3 и ничего не потеряете, потому что Poco стоит, грубо говоря, 20-ку. В Poco X3 также дисплей IPS, как и в Mi Note 10T, T-серия IPS. Там и модуль NFC, и все там классное. Но стоит он существенно дешевле. Почему я так говорю? Почему я о нем заговорил, не имею его сейчас на руках? Потому что Mi Note 10T Lite, он в принципе, это тот же Poco. Экран IPS, частота обновления 120 Гц, даже камеры то же самое фактически, тот же модуль, все то же самое. Это видео вышло при поддержке сервиса quark.ru. Quark – это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Ссылка будет под видео. Пользуйтесь. Поэтому, выбирая между ними, не забудьте посмотреть и цену, и описание Poco X3, и обязательно посмотрите мой обзор, ссылку я на него оставлю под видео, либо в конце появится плашка, куда вы можете перейти. Что касаемо, давайте разберемся сначала с Mi Note 10 Lite. Зачем я его сейчас вытащил на свет, хотя он уже снимается с производства, есть множество других телефонов, и не только от бренда Xiaomi. Но телефон интересен батарейкой, которая превышает даже 5000 мАч. Если быть точным, батарейка 5260 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. А к слову, Mi Note 10T Lite и также Poco X3 обладают зарядками 30-33 ватта. Ну, 30-33 разницы практически нет. Быстрые зарядки уже идут в комплекте. Так вот, этот телефон нереально убит. Ребята, я на нем пересмотрел уже во все тяжкие. Dexter 8 сезон досматриваю, все на телефоне. Этот телефон прекрасен. В нем свои недостатки, конечно, есть. Один из недостатков, меня он сильно раздражает, это здесь нет стерео, которая есть и на Poco, и которая есть на Mi Note 10T. Такие названия уродские, если честно, у Xiaomi. Я уже устал вот это произносить. Light, T. Очень как-то им по-другому называть нужно. Просто язык сломаешь. Вроде ничего сложного, но постоянно повторять. Mi Note 10 Lite. Mi Note 10 Lite... Господи, уже запутался. Ладно, проехали. Так вот, здесь нет стерео, здесь только один динамик. Он громкий и хороший, но мне его не хватает. Благо, это мой второй телефон. Основной мой телефон, это сейчас Google Pixel 4. И там прекрасная стерео, когда мне нужно что-то посмотреть, я смотрю с Pixel. Но здесь экран водопада, здесь огромная батарейка. У меня, ребята, раз в два дня я заряжаю. Иногда раз в три дня можно его зарядить, но учитывая, что я им не сильно пользуюсь. Основной на нем смотрю фильмы. Основной используется как второй телефон, а мне просто необходим второй телефон. Постоянно звонят курьеры, привозят, увозят, да и вообще, можно сказать, как рабочая такая лошадка. В нем есть разъем для наушников 3,5 миллиметров, если для вас это важно. И, кстати, в T-версии Lite тоже он есть. И в нем достаточно нормальный процессор. Это Qualcomm Snapdragon 730, которого мне хватает. Очень редко сейчас я играю, но если я играю в тот же PUBG Mobile, конечно, на флагмане все будет лучше. Но и здесь вполне комфортно играть. Что касается Poco X3, там Qualcomm Snapdragon 732 фактически тоже самое, немножечко улучшенный. А что касается вот этого красавца Mi Note 10, T-Lite Xiaomi, исправьте же вы эти названия, уже надоело. То здесь у нас Qualcomm Snapdragon 750 и, честно говоря, он недалеко вперед ушел от 730 и 732. Да, теоретически, конечно, он лучше и интереснее, но опять же, я вот на мои глаза, приблизительно между ними знак равенства поставить можно. Так вот, здесь частота обновления 120 Гц. А если еще расскажу вам о том, что есть еще просто Mi Note 10T на Qualcomm 865 и есть Mi Note 10T Pro тоже на Qualcomm 865, то есть старшие версии вообще на флагманском процессоре, 865 дракон, то выбор вообще просто уже голова может взорваться. Но выбирая между ними. Единственное, конечно же, расскажу еще о том, что камеры здесь, на мой взгляд, одинаковые, плюс-минус. В некоторых ситуациях мне нравится с одного телефона камера, в некоторых с другого. Опять же, оригиналы вы посмотрите сами, примеры фотографии, одинаковые снимки я оставлю под этим видео, так же, как и пример записи, в том числе и в 4К, разумеется. Основные отличия, при том продаются они приблизительно в одну цену, как я и говорил, 128 ГБ. Здесь у нас Xiaomi Mi Note 10 Lite, супер AMOLED-экран с изогнутыми краями, которые мне лично очень нравятся. Вот сколько я им пользуюсь, месяцев, наверное, уже в 7-8. До сих пор не надоело, мне до сих пор это нравится. А на заблокированном экране постоянно горящий дисплей и сканер отпечатков пальцев прямо в экране. Он медленный. На флагманах быстрее, но извините, это не флагман. И этот аппарат, безусловно, если вам нужна хорошая рабочая машинка, с хорошим процессором, с сумасшедшей автономностью, с быстрой зарядкой и с более-менее нормальными камерами, отчасти ситуацию исправляет Google камеру, которую можно сюда поставить, то, пожалуйста. С другой стороны, если вы не против IPS-экрана, который не такой сочный и не такой красочный и яркий, как AMOLED-экран, то, пожалуйста, за те же деньги можно купить Lite-версию. Единственное, немножечко подождать и ценник на нее обязательно снизится. На данный момент все-таки 30-ка, за него, мне кажется, вроде как и не супер огромная цена, но вот 1024-25 просто хит-продаж был бы. Qualcomm Snapdragon 750, хорошее стерео, в принципе, хорошие камеры, хорошая батарея. Единственное, она меньше, она менее 5000 мАч, но все равно недалеко от этого ушла по автономности. Хороший IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, чего нет в этом телефоне. И, конечно же, 5G за дело на будущее. В Mi Note 10 Lite 5G нет. Вышел он год назад. Здесь же 5G во всей красе. Также есть разъем для наушников USB Type-C. Ну, я уже говорил, быструю зарядку поддерживают все. Единственное, ребята, по-честному, Poco у меня был, я с ним месяц отходил и сделал обзор. Честно говоря, вы можете десятку сэкономить сейчас и не покупать Mi Note 10... Mi Note 10T Lite, а купить тот же Poco. В принципе, будет то же самое фактически. Просто назвали по-другому. И батарейка большая, и частота обновления будет такая же высокая, и модуль NFC, и стерео, и экран IPS. Ну, выбирать, конечно же, вам. Выбирая между ними, ну, предпочтительнее и интереснее, конечно же, T Lite-версия. За счет 120 Гц экрана, да, батарейку это быстрее поджирает, но он более быстрый. Эта разница видна. 60 и 120 видно. 60 и 90 разницы практически я не замечаю. При всех равных, опять же, выбор за вами. Mi Note 10 Lite. Еще продается. Его еще можно купить. Телефон, которым я пользуюсь очень давно. Мне он нравится. Он классный, замечательный. Все вообще хорошо. Стерео только не хватает. Либо купить новинку. Но не забывайте, есть Poco X3. Посмотрите на него мой обзор. Возможно, вы мне скажете спасибо за то, что я сэкономил ваши же деньги, потому что вот приблизительно они похожи. Разницы практически нет. Здесь 750 дракон. В Poco X3 732. В остальном это один и тот же телефон фактически, а стоит, грубо говоря, на десятку дешевле. Все цены я оставлю по ссылке под этим видео. Смотрите в своем регионе. Выбирайте самую низкую цену с гарантией, разумеется, в Яндекс.Маркете. И, конечно, посмотрите примеры фотографий и видеозаписи. Напоследок отмечу, что у Mi 10T Lite рама пластиковая, задняя спинка стеклянная, горелый глаз защита. А у Mi Note 10 рама алюминиевая, металлическая. И в комплекте идут бамперы к обоим телефонам. На этом у меня точно все. Если нравится то, что мы делаем, ставьте огромный жирный лайк. Не нравится дизлайк, но лайк, конечно, лучше. И, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Данных выпусков с уважением, ко всем Давид. Счастливо.